Что же, всем привет! Меня зовут Алексей Горбов, я работаю в компании Одноклассники системным администратором. И сегодня мы с вами поговорим о процессорах и немножко о памяти. Вообще, сначала немножко истории. В 40-е и 50-е годы процессоры были ламповые, там даже были электромеханические реле. Память была на филитровых сердечниках, это все было жутко медленно, было очень большое энергопотребление и было все очень ненадежно. В 50-е годы, они вообще ознаменовались внедрением полупроводниковой электроники, появились транзисторы. Да, стало все намного лучше, но все равно было еще плохо, потому что компьютеры занимали большие шкафы. В 70-е годы появились микросхемы. А что такое первые микросхемы? Первая микросхема – это, по сути, микросборки, которые с собой представляли соединение нескольких транзисторов, резисторов и диодов. Чуть позже появились уже, собственно, настоящие микросхемы, которые можно уже называть микропроцессорами, которые в себе содержали память, регистры, шину данных и, собственно, шины ввода-вывода. Кто-нибудь знает вообще, что такое регистры? Да. Ну, что такое регистры? Скажется, на охране еще 3 Гц обычно. Ну, да, это, по сути, ячейки сфер-быстрой памяти, которые находятся непосредственно в процессоре. Собственно, первый общедоступный микропроцессор – это Intel 4004. Он был представлен в 1971 году, работал на частоте около 500 килогерц, технология производства 10 микрометров, то есть это было очень много на самом деле, и содержал в себе 2300 транзисторов. На самом деле, на тот момент это был очень большой прорыв. Именно с того момента компьютеры начали проникать в нашу жизнь. И было очень много собрано компьютеров именно на этом процессе и его последующих модификациях, в том числе и в Советском Союзе. Что же сейчас? Просмотрим современный процессор на примере Xeon 2660 V4, то есть такая стандартная средняя комплектация. Он работает на частоте 3,2 ГГц, технология производства там 14 нанометров, что стоит заметить, в тысячу раз уменьшилось. Содержит 47 миллиардов транзисторов и 14 ядер. То есть, как мы видим, с момента производства первого общедоступного процессора, в общем-то, технологии скакнули очень далеко. Вы что-то знаете о законе Мура? Перечисленный закон. Вы огласите, что на технологии производства уменьшается в два раза в течение четырех лет. Ну, на самом деле, в течение 18 месяцев. То есть, да, что мощность процессора увеличивается в два раза в течение, ну, с каждого 18 месяцев. Ну, как вы думаете, он работает? Он заметил скоро. Ну, сейчас он уже не работает. А будет ли вообще дальше работать? То есть, почему он может не работать? А вы уперлись за расстояние мертвого? Да, в общем-то, мы уперлись в физику. То есть, мы уперлись в скорость света и уперлись, в общем-то, уже в размеры атомов. То есть, вероятно, дальше, если не будет никаких открытий взрывной физики, дальше он работать, в общем-то, и не будет. Так вот, большинство компьютеров сейчас построено по двум архитектурам. Первое, архитектура фон Неймана. Вы об этом что-то слышали? То есть, вообще, что-то было? Ну, да, в общем-то, как мы видим, у архитектура фон Неймана, она подозревает, что есть некоторая единая общая память, в которой хранятся код и данные. Есть некоторые устройства управления, собственно, процессор и шина ввода-вывода. Какие принципы? Ну, как мы уже сказали, что принцип однородность памяти, когда у нас общая память, принцип адресности, это значит то, что память разделена на ячейки, и процессор имеет, в любой момент имеет доступ к произвольной ячейке памяти. И принцип программного управления, то есть, код программы, он записывается в виде кода, извините за тавтологию, и он исполняется, собственно, из памяти. А какие-нибудь вы еще архитектуры знаете? Отлично. Гарловская архитектура. Чем же она отличается? Она отличается, в общем-то, да, есть шина данных и шина команд. То есть, двумя шинами. А что же лучше? Да, отлично. Действительно, и то, и то используется. И понятно, что если у тебя единая шина, то тебе как бы писать проще программы. Но, опять же, единая шина не будет являться узким местом. Все правильно. Значит, процессоры, они, в общем-то, выполняют команды последовательно. Последовательно можно выполнять команды по одной, то есть, без конвейера. И, в общем-то, выполнять команды, некоторые команды выполнять параллельно. Рассмотрим бесконвейерную архитектуру. То есть, у нас есть несколько инструкций, то есть, несколько команд процессора, то есть, получение инструкции, раскодирование, потому что все-таки инструкции внутри процессора и инструкции, как они хранятся в памяти, это совершенно разные вещи. Выполнение инструкции, доступ к памяти и, допустим, запись к регистру. То есть, у нас есть такие пять простых инструкций. В бесконвейной архитектуре каждый такт, то есть вот эта стрелочка обозначает такт, то есть каждый такт выполняется одна инструкция по очереди. Казалось бы, все хорошо, но мы понимаем, что за каждый этот квадратик на чипе у нас отвечает несколько сот или даже несколько тысяч транзисторов. То есть это некоторый логический элемент, который у нас есть на чипе. Почему бы не заставить их работать параллельно? Таким образом появилась конвейерная архитектура. В конвейерной архитектуре каждый элемент конвейера может работать независимо. На этой схеме мы видим простой конвейер с пяти элементов. Посмотрите на схему, кто-то может сказать, где я ошибся? Окей, никто не хочет сказать. Мы видим, что у нас здесь if и здесь if, то есть здесь получение инструкции, здесь получение инструкции. На самом деле, если у нас есть только один элемент, который сейчас за получение инструкции, такой конвейер работать не будет. Правильно все-таки вот так. Рассмотрим небольшой пример программы сложения чисел, как она будет работать в конвейерной архитектуре. То есть у нас есть такая достаточно простая программа загрузить одну ячейку из памяти, загрузить вторую в регистр, сложить в результат третий регистр и записать. И есть какой-то конвейер, то есть с следующими элементами выборка, исполнение, запись. Что же мы получаем? Мы получаем, что на первом такте у нас работает одна инструкция. На втором такте у нас работают две инструкции. На третьем такте у нас работают уже все три инструкции. Таким образом, мы получаем, в общем-то, отличный параллелизм. То есть одновременное выполнение нескольких инструкций за такт. Это очень круто. Соответственно, мы получаем снижение времени выполнения программы. Параллелизм на уровне инструкции. То есть это, собственно, следствие. А какие же есть недостатки у конвейерной архитектуры? Первый недостаток – это структурные конфликты. Не всегда можно выполнять все инструкции параллельно. То есть некоторые инструкции не могут противоречить друг другу. Конфликты по данным. Опять же, из предыдущего примера можно видеть, что если нам нужно записать результат сложения в какую-то ячейку, нам нужно дождаться, пока это сложение произойдет. На самом деле, в современных процессах, даже не только в современных, есть достаточно много алгоритмов, которые, их называются pre-fetch, которые именно могут взять несколько инструкций данных из памяти и сказать, что что-то можно выполнять параллельно, что-то нельзя. Конфликты по управлению. На самом деле, это очень большая проблема. Мы же не можем написать программу без ветвления. Раз мы не можем написать программу без ветвления, она, соответственно, также выполняется с ветвлениями. Но процессор, он же не может знать, по какой ветке программы мы сейчас пойдем. И что же происходит в этот момент? В этот момент происходит останов либо сброс конвейера. что мы не хотим допустить, потому что мы теряем драгоценные такты. Что же в этом случае делать? Опять же, в процессорах реализована очень хитрая логика предсказания ветвлений. То есть в современных процессах это там... Она настолько умная, что ее очень мало кто понимает. Также, в общем-то, мы можем на уровне компиляции что-то придумать. Так, что же еще? Вообще, длина конвейера в современных процессорах, она более 30 инструкций. В некоторых специализированных суперпроцессорах длина конвейера более 1000 инструкций. Поэтому для таких процессоров пишут программы без ветвлений. То есть стараются делать программы с минимальным количеством ветвлений. Подбирают данные таким образом, чтобы не было никаких зависимостей по данным. Я не знаю, насколько вам это пригодится, но это все равно нужно знать. Но как же мы еще можем ускорить? А давайте сделаем несколько одинаковых элементов. Казалось бы, все просто. У нас есть несколько одинаковых элементов. Можем параллельно запускать несколько конвейеров. Отлично. Что же мы от этого имеем? Мы опять же имеем параллельный уровень инструкций. И как это работает? То есть инструкция, на самом деле не инструкция, а набор инструкций извлекается из потока. Определяется наличие или отсутствие зависимости инструкции по данным от других инструкций. На самом деле может быть не только по данным. Собственно, здесь как раз разрешается конфликт инструкций. И инструкция выполняется. Тем самым в течение одного такта мы можем выполнить несколько независимых инструкций. Это круто. Это реально круто. То есть мы получили еще один элемент параллелизма. Но мы понимаем, что бесплатно ничего не бывает. То есть, как рассказывал в одной из предыдущих лекций вам Саша Христофоров, магии не бывает. У нас появляется дополнительная абстракция. То есть для нас это абстракция, а на самом деле это абстракция, которая выполнена в кристалле. У нас появляется диспетчер инструкций. То есть он отвечает за что? Что он должен прочитать некоторый набор инструкций из памяти. Принять решение, какие инструкции могут быть выполнены одновременно. С одной стороны, кажется, это просто. А с другой стороны, там тоже заложена очень сложная логика. И надо понимать, что даже если вы написали какую-то программу, вы ее транслировали в машинный код, не факт, что она будет работать так, как вы хотите. Дальше. Собственно, распределение инструкций между узлами процессора, то есть между исполнителями. И диспетчер инструкций может обеспечить неочередное исполнение. То есть если диспетчер инструкций понимает, что ему из потока инструкций можно выполнить параллельно некоторые инструкции, то он берет инструкции, которые достаточно далеко в коде, и их выполняет для того, чтобы не было простого конвейера. То есть это тоже надо понимать, когда вы пишете программы, что некоторые команды, они выполняются раньше. Несмотря на то, что вы написали, что они должны выполняться позже. Также он решает достаточно серьезную проблему, как переименование регистров. То есть вы написали программу, она оттранслировалась, что нужно записать в какой-то регистр R1, и тут далее идет какой-то кусок кода интересный, и там тоже нужно записать в регистр R1. Что же делать? На самом деле в процессорах регистров больше, чем мы видим. И как раз это сделано для того, чтобы была возможность какие-то регистры переименовать. Но как вы понимаете, собственно, это все не бесплатно. На работу диспетчера инструкции, на принятие каких-то решений тоже тратятся драгоценные такты. Какие же, собственно, ограничения есть у такой суперскалярной архитектуры? Вообще она ограничена степенью внутреннего параллелизма инструкции. Мы должны понимать, что мы физически не сможем расположить эти блоки, очень много блоков исполнителей рядом. Ну, банально, потому что скорость света ограничена. Дальше, сам алгоритм поиска зависимостей, он достаточно сложный, и его реализация сама по себе, его исполнение тоже требует времени. Также очень сложно переименовывать регистры, и мы на это, опять же, тратим наши драгоценные такты. Ну, и опять же, тут обработка инструкции извлений, да, это, собственно, бич данной архитектуры. Ну, вот мы что-то ускорили, что-то распорилели, а что же мы можем сделать еще? Ближе данные положить? Положить ближе данные. Ну, в принципе, да. Ну, да. Я имею в виду кэширование. То есть, что-то мы можем положить ближе к процессору и использовать кэш. Отлично. Мы используем кэш, у нас процессор посылает запрос в кэш, получает от него ответ. Все замечательно. Но что происходит в случае, если у нас данных в кэше нет? Уже сам кэш идет в память. Операция хождения и забора данных из памяти, она в несколько сот раз дольше, чем операция взятия данных из кэша. Банально, потому что ходить до данных дольше, и мы, опять же, используем лишние такты. Соответственно, память возвращает данные в кэш, кэш возвращает в ЦПУ. Какие же мы ждем, какие сейчас есть характеристики у кэша? Первая характеристика – это пространственная локальность. Когда кэш запрашивает данные из памяти, он берет не только те данные, которые ему нужны, он берет данные, лежащие рядом. Мы подразумеваем, что если мы запросили какие-то данные, то в скором времени мы запросим данные, которые лежат по соседству. Оно на самом деле не всегда так, и алгоритм там намного сложнее, чем я сказал, но в общем случае оно так работает. Вторая характеристика кэша у процессора – это временная локальность. Мы считаем, что если мы запросили данные из памяти и мы поместили их в кэш, то данные нам все-таки пригодятся еще не один раз. Что же далее? Да, вот что же так? Почему же мы не можем просто взять и вместо памяти сделать один большой кэш? Ну то есть, чтобы было все быстро, все хорошо. Еще раз? Поиск кэша тогда будет больше времени занимать? Да, поиск кэша будет больше времени занимать, конечно. А почему? Ключей там много будет. Ключей много будет. Хорошо. Да, все действительно так, что если мы сделаем большой кэш, то так как кэш он на самом деле ассоциативный, то искать в нем будет значительно, мы потратим значительно больше времени. Кроме того, быстрая память – это безумно дорого. И опять же вспомним об ограничении процессоров. Мы опять же упрямься в физику, мы упрямься в скорость света. То есть банально это будет дольше. Что же делать? А давайте разделим кэш на несколько уровней. В современных процессорах кэш разделяется на уровни. Обычно на первом уровне у нас есть кэш. То есть кэш-кэш первого уровня делится на кэш инструкций и кэш данных. То есть мы возвращаемся к гарвардской архитектуре. Кэш второго уровня, он обычно общий. Кэш второго уровня, он чуть побольше, но он лежит дальше. Кэш третьего уровня, он еще дальше, но он еще больше. И собственно память. Обычно кэш первого уровня и кэш второго уровня, они работают на той же частоте, что и процессор. Но можно ли нам сказать, что нам стоит одинаково забрать данные из кэша первого уровня и кэша второго уровня? То есть, а почему нет? Ну как минимум, когда мы будем в первый кэш обращаться, мы сначала обращаемся в первый кэш, и у нас будет кэш вниз, и потом второй кэш подойдет. То есть, на кэш вниз выходит? Ну да, все правильно. Но плюс к тому, опять же, мы упираемся в физику, то что у нас кэш второго уровня находится дальше. Так как он находится дальше, мы не можем сделать там достаточно широкую шину. Соответственно, там шина уже, и каждый поход в кэш следующего уровня, он действительно подозревает, что у нас идет кэш вниз в кэше предыдущего уровня. И эта операция, она получается нам дороже. Кэши в современных процессорах бывают эксклюзивные и неэксклюзивные. Кто-то знает, что такое эксклюзивный кэш? Окей. Значит, эксклюзивный кэш, он подразумевает собой, что если данные есть, скажем, в кэше первого уровня, то их однозначно нет ни в кэше второго, ни в кэше третьего уровня. Такая схема реализована в процессорах HMD. Неэксклюзивный кэш, он, в общем-то, не ограничивает, он не обязует вытеснять данные из кэшей другого уровня. И данная схема реализована в процессорах Intel. Какие плюсы-минусы, вот можете сказать, скажем, эксклюзивного кэша? Память меньше потратим. Да, отлично. Мы потратим меньше памяти, но за счет чего? За счет недублирования. За счет недублирования, а что мы при этом потеряем-то? Что мы при этом потеряем? Нам, мы должны понимать, что поддержка такого состояния кэши... Да, мы потеряем скорость. У нас должен кто-то поддерживать кэши, чтобы вытеснять элементы, которые есть на других уровнях. То есть это нам тоже стоит тактов, стоит времени. Но как именно, что лучше, опять же, тут сказать нельзя. Собственно, и у AMD очень хорошо работает кэши, и у Intel. То есть на практике нам, в общем-то, это без разницы. Но мы это, опять же, должны учитывать, если мы... Программу, то есть если мы стараемся, чтобы все данные, все инструкции нашей программы попали в кэш. Мой коллега Евгений Дубровский, он написал программу, то есть у нас используется программа, которая реализует очередь. Он написал программу свою так, что у него все данные, они у него находятся в кэше процессора. И это ему дало очень-очень большой профит, в общем-то, относительно бесплатно. Так, подведем небольшие итоги. Какие мы сейчас знаем способы ускорения работы процессора. Значит, ну, первое, суперконвейерная архитектура. Второе, суперскалярная архитектура. Многоуровневое кэширование. Соответственно, для всего этого работает предвыборка данных и предсказания и введений. Но мы понимаем, что все это платно, что все это нам стоит тактов, что бесплатно-то ничего не бывает. А что же у нас может быть есть что-то бесплатно, что мы можем вот так вот взять и использовать? А вот можем. Мы можем использовать расширенные наборы инструкций. Что же это такое? Как, собственно, мы можем посмотреть? Можете прямо взять у себя на ноутбуке и посмотреть, какие у вас инструкции есть. На самом деле их очень много. И каждое следующее поколение процессоров, оно, в общем-то, поддерживает все предыдущие инструкции. Могу привести небольшой пример, как мы совершенно бесплатно получили очень много профита. Слева у нас показан сервер, на котором не используется AVX2. То есть это такой расширенный набор инструкций. Далее расскажу чуть подробнее. Справа мы используем AVX2. Собственно, на графиках мы что видим? Мы видим, что у нас процессор используется одинаково, то есть 80% CPU total. Но без использования AVX мы отдаем где-то 11 гигабит в секунду. С использованием AVX мы отдаем целых 15. Если мы посмотрим очень тяжелую операцию, это когда вы устанавливаете HTP-соединение, у вас происходит хендшейк. То есть это очень тяжелая операция для сервера. И если мы посмотрим количество новых SSL-соединений, то мы видим, что оно тоже увеличилось на 25%. Совершенно бесплатно. Как же так? Это произошло за счет того, что мы стали использовать библиотеку, новую библиотеку OpenSSL, в которой есть поддержка AVX2. Ну, собственно, пример. Еще один пример, когда мы за счет использования AVX2 получаем уменьшение количества процессора. Уменьшение количества процессора на времени. Надо понимать, что вот мы получили какое-то уменьшение, что же это для нас, собственно, зачем мне заниматься оптимизацией, зачем мне все это делать? Ну, хотя бы для того, чтобы уменьшить количество серверов. То есть если ты работаешь с большим продакшеном, то, скажем, уменьшение нагрузки даже на те же 25% даст тебе профит в виде того, что тебе не нужно увеличить количество серверов на те же 25%. А это экономия, не знаю, там, миллиона долларов может быть. Немножко подробнее расскажу про инструкции. Инструкции, на самом деле, они очень разные. Их описание можно посмотреть на сайте производителя, ну, в частности, либо Intel, либо AMD. От процессора к процессору они обычно не убираются, они обычно добавляются. То есть, ну, одна из самых таких первых революционных, ну, которая инструкция, которую я помню, это инструкция MMX. Был такой Pentium 166 MMX, он отличался от своих предыдущих тем, что поддерживал вот этот мультимедийный набор инструкций. И, скажем, видео кодировалось, декодировалось на нем намного лучше, намного быстрее. Инструкция SSE там поддерживает в числении с плавающей запятой. И, на самом деле, это инструкция, это не одна инструкция, это целый набор инструкций. То есть, так же, как и AVX. И его последующее расширение AVX2, AVX512. Есть даже криптографическое расширение AES для реализации шифрования AES. То есть, представляете, у вас в процессоре уже можно шифровать AES. То есть, это очень большой выигрыш. Что же еще можно сделать? Да, мы можем добавить еще параллелизма. Давайте сделаем несколько ядер на одном процессоре. То есть, у нас каждое ядро, оно по суперскалярной архитектуре. У нас есть несколько вычислительных ядер. У нас есть, ну, фактически удвоение производительности. Мы получаем уменьшение времени отлика. И по факту даже получаем уменьшение энергопотребления, так как нам не нужно тратить электричество на лишние проводники и так далее. То есть, у нас получается все относительно дешевле. Мы тут в этой схеме видим, что, собственно, у каждого процессора есть свои кэши, первое и второе уровня, есть общий кэш. Но не все так просто. Какие же минусы? Какие же у нас проблемы? А проблемы у нас такие. Мы не можем оставить частоту ядра, частоту каждого ядра на том же уровне, которое была у одноядерной архитектуры. Почему? Частоты генераторами. Что? Частоты генераторами. Нет, можно же два поставить. Ну, банально, потому что у вас, если мы поставим два ядра в одном процессоре, то они находятся близко, и они выделяют тепло. Нам же как-то нужно уметь отводить тепло. Но, то есть, если мы посмотрим файл cpo.info у процессора, и в то время, как мы будем выполнять какую-то вычислительную задачу, однопоточную вычислительную задачу, мы увидим, что у нас, собственно, часто одного ядра. Да, она может скакать, но при этом замедляются другие ядра в современной архитектуре. То есть, мы не можем держать постоянно частоту всех ядер на том же уровне, банально, потому что нам нужно ставить тепло. Также у нас проблемы есть на количество ядер. Они, в общем-то, и по той же причине, и чуть ниже. Мы должны понимать, что многоядерная архитектура должна поддерживаться операционной системой. То есть, причем не только операционной системой, но и программами. И, собственно, почему ограничение на количество ядер? Потому что мы сталкиваемся с такой очень глобальной проблемой, проблемой когерентности памяти. Давайте они немножко подробнее. В чем же проблема? То есть, мы... Какой-то клиент пошел к кэшу, то есть, клиент в данном случае процессор, да? И записал туда какие-то данные. Но мы помним, что у каждого процессора есть свои кэши. И что же будет, если клиент пойдет к кэшу другого процессора, а там таких данных нет? И надо же как-то эту ситуацию решать. То есть, как мы ее можем решить? Ну, первая очевидная вещь, а давайте-ка писать сразу в оба кэша. Ну, в чем минус, если мы пишем в оба кэша? Да, действительно. Мы опять теряем драгоценный такт, и где же эта параллельность? Ничего такого не будет. На самом деле, проблема достаточно серьезная. И тут мы видим, что для решения этой проблемы нужно в процессоре реализовать, собственно, алгоритмы распределенных вычислений. И что, собственно, и делается. Таких алгоритмов несколько, но сейчас, наверное, мы рассматривать их не будем, потому что это выходит за рамки. Также у нас получается, опять же, та же проблема не только с кэшами, но и с памятью. Как же мы будем записывать в память, если мы записали какое-то значение в память с одного клиента, но у второго клиента в кэше значение не изменилось. То есть, тоже получается, что мы получаем ту же проблему, и тоже для ее решения нужно поменять очень сложные логоритмы, основанные на том же паксосе. Что же далее? А далее мы рассмотрим, в общем-то, многоядерные архитектуры. Первая архитектура... Ну, простая архитектура СМП. Давайте мы возьмем все процессоры. У них есть какие-то кэши. Мы уже умеем мешать проблемам конкретности памяти. Памяти и кэшей. Отлично. А давайте их соединим по общей шине. В чем же минус? Очевидно, что у нас общая шина будет являться узким местом. Мы не можем ее сделать быстрой, широкой. Мы все равно что-то потеряем. А давайте сделаем коммутируемое соединение. То есть, у нас, собственно, каждый процессор совмещен с каждой отдельной шиной памяти. И у нас где-то там есть ИО. А тут какой минус? Больше электричества надо сделать? Тут, ну, больше электричества это на самом деле не такая проблема. А проблема в том, что система становится сложнее. То есть, соединение каждой с каждым, оно, именно реализация этого соединения каждой с каждым на процессорену, оно очень тяжелое становится. Ну, два мы можем соединить. Ну, четыре, хорошо. А что же далее? То есть, далее мы упираемся в то, что мы ограничены, в общем-то, по ядрам. Собственно, архитектура СМП, она используется. Надо понимать, что у такой архитектуры, ну, как и у любой архитектуры, есть свои преимущества, есть свои недостатки. То есть, СМП, ну, реально такой простой способ масштабирования. То есть, взяли, налепили ядер, у нас есть какая-то общая шина, либо коммутируемая общая шина. У нас все работает. Но при этом, опять же, мы понимаем, что у нас, мы чисто физически уже будем ограничены по количеству процессоров или по количеству ядер. Мы, опять же, столкняемся с проблемой конгерентности кэш-памяти, ну, потому что нужно в память ходить, опять же, через кэш-другого процесса, нужно ходить, опять же, через эту шину. И многоядерность, многопроцессность, она должна поддерживаться операционной системой. Сет-бат-тру. Что же далее? Далее мы рассмотрим архитектуру Numa. Давайте сделаем так, что у нас у каждого процессора есть какая-то своя локальная память, но при этом он может ходить в какую-то удаленную память. Хорошо у нас получилось. А недостатки-то в чем? Ну, опять же, этих клиентов рядом с другим процессором. Ну, в общем-то, да, то есть мы должны, для ускорения работы, мы должны поддерживать локальность, потому что мы должны понимать, что хождение в удаленную память, оно достаточно дорогое. А преимущество? Ну, параллелизм он и в СМП получается. Что же здесь лучше, чем в СМП? Лучше, здесь лучше, чем в СМП в данной архитектуре, потому что у нас получается действительно, мы можем действительно ходить быстро, быстро ходить в память, можем быстро ходить в кэш-память, неважно. А если мы поддерживаем это операционной системой, то есть если у нас есть поддержка операционной системой, библиотек, то мы, в общем-то, это можем использовать на полную. Вот. Такая архитектура, она, в общем-то, есть во всех современных процессорах. И преимущество. Действительно, в такой архитектуре очень легко масштабироваться. Доступ к локальной памяти, он очень быстрый получается, потому что память, она максимально приближенная к процессору. У нас нет проблемы пропускной способности шины, то есть у нас есть быстрая шина к локальной памяти, есть медленная шина. И мы всегда стараемся, в общем-то, ходить в быстрой памяти, если возможно. Но, опять же, мы не можем гарантировать, что мы всегда пойдем в быструю память. То есть, если мы хотим использовать всю память сервера, всю память компьютера, то нам так или иначе придется ходить в медленную память. И, ну, доступ к этой памяти значительно медленнее. Тут еще более сильно встает проблема когерентности кэш-памяти. Почему? Ну, потому что надо ходить опять через эту медленную шину. Ну, и, как я уже говорил, тут опять нужна поддержка и операционной системы, и приложений. На самом деле, говоря про нумоархитектуру, мы можем понимать, что у нас может быть не только две нумо-ноды, и у нас может быть, в общем-то, не только одно ядро. Как мы видим на диаграмме, это вполне, диаграмма вполне себе стандартного процессора. У нас есть несколько нумо-нод. У каждой нумо-ноды, в каждой нумо-ноде есть несколько ядер, несколько процессоров. То есть, на самом деле, это может быть даже не ядром, это может быть процессором, который содержит несколько ядер. И у нас есть, у каждой нумо-ноды своя память. И когда вы пишете программы, в общем-то, надо это учитывать, что доступ к некоторой памяти может быть медленнее. И тем более, если вы написали отличную программу, у вас все хорошо, выкатили ее на прот, и тут понимаете, что почему-то на некоторых серах у вас что-то пошло не так, почему-то она работает не так, как вы задумывали. То, что вы не учли архитектуру Numa, в общем-то, может быть причиной. На самом деле все может быть еще несколько сложнее. Внутри каждого процессора тоже может быть своя архитектура Numa. Даже не обязательно внутри каждого процессора. Внутри каждого ядра процессора может быть своя архитектура Numa. То есть, проблемы, которые реализованы в железе, то есть, проблемы, которые решены, извините, в железе, они могут быть намного сложнее, чем вы даже можете себе представить. Дальше мы, в общем-то, поговорим о памяти. В общем-то, память, она бывает разная. Много очень разных красивых названий, много разных форм, но об этом мы говорить не будем. А поговорим мы, в общем-то, как Linux видит память. Но об этом мы тоже говорить не будем, потому что это достаточно сложно. Мы поговорим о некоторых базовых основах. Вообще, вся память разделена на страницы. А почему же так? Потому что в операционной системе и железу очень неудобно работать с каждой конкретной ячейкой. Чтобы обращаться именно к каждой конкретной ячейке, это сложно, это сложно индексировать, занимает много времени. И так исторически сложилось, что стандартный размер страницы 4 килобайта. Есть другие размеры страниц, что вам тоже нужно знать. Так называемые huge pages. Huge pages бывают, скажем, 2 мегабайта, либо 1 гигабайт. Во многих базах данных, многие базы данных, они используют huge pages. Современные операционные системы, по-моему, начиная с 3 какого-то ядра, они даже реализуют ядром функцию transparent huge pages. То есть приложение на самом деле не знает, что оно использует большие страницы, но оно использует большие страницы. Это может быть как плюсом для приложения, так и минусом. Скажем, мы в продакшене, в одноклассниках, столкнулись с проблемой деградации производительности. У нас процессор почему-то стал использоваться очень активно, и причин для этого не было. То есть что-то в ядре, и как понять? Там нужно было сложное профилирование, для этого нужно тратить массу ресурсов. Небольшой поиск по стеку рефлору выявил, что RedHat в очередной версии ядра выкатило как раз transparent huge pages, и оп, не для всех это полезно. Поэтому если вы используете много оперативной памяти, при этом вы замечаете, что у вас в приложении как-то себе странно, какая-то деградация по процессорам, и при этом вы видите, что у вас, собственно, процессор пожирает ядро, сразу же отключаете transparent huge pages. Как это отключить, вы можете найти в гугле. Мы поняли, что у нас, собственно, память в линуксе разделена на страницы. Вообще, все процессы в линуксе, в том числе ядро, они работают не с физической памятью, они работают с виртуальной памятью. Что же такое виртуальная память? Вообще, это некоторая абстракция, то есть это отображение некоторого адресного пространства процесса, то есть у каждого процесса есть свое адресное пространство, некоторую виртуальную память. Виртуальная память, она состоит, собственно, из физической памяти и из некоторого свап-устройства. Что же нам это дает? Это, в общем-то, дает то, что у нас память для процесса в линуксе, она может быть потенциально бесконечна. Почему? Ну, во-первых, потому что мы можем использовать свап как память. То есть ваша программа даже не будет знать, что когда говорит молок, дай мне какой-то кусок памяти, что она обращается, в общем-то, не к памяти, которая находится на этом сервере, а к какому-нибудь свап-устройству, либо к какой-нибудь памяти, которая находится на другом сервере. Современная архитектура, они, в общем-то, современные архитектуры процессоров, и они, в общем-то, это предусматривают, что вы можете сделать такую разделяемую память по общей шине, не помню, к сожалению, как называется эта общая шина, но вы можете сделать разделяемую память между несколькими серверами. Даже сервера смогут стоять даже не в одном дата-центре. Понятно, что в этом случае, опять же, мы сталкиваемся со всеми проблемами распределённых систем, мы сталкиваемся с тем, что у нас есть какие-то задержки, но при этом мы имеем очень большой объём оперативной памяти. Извините. Какие же у нас плюсы есть от работы именно с виртуальной памятью? У нас есть абстрактная модель. Отлично. Нам не нужно беспокоиться, в какую же мы ячейку памяти попадём, нам не нужно беспокоиться о доступе, в котором у нас есть какие-то ячейки памяти, что мы что-то перезапишем чужое, что мы что-то запишем, куда нельзя записывать. Это очень сильно упрощает разработку. То есть взяли malloc или map, всё, у нас есть память. Мы переложили, в общем-то, работу с памятью на операционную систему, работу с физической памятью. У нас там есть менеджер памяти, который достаточно интересно работает. У нас всё хорошо. И тоже очень важный профит, позволяет превышать размер основной памяти. То есть иногда для многих программ, допустим, для Тарантуа, нам нужно закоммитить, мы не обязательно всю эту память используем, но нам нужно закоммитить памяти, скажем, в два раза больше, чем у нас есть. К сожалению, это, ну, не к сожалению, но вот это такая архитектурная особенность. Ну, пожалуйста, в Linux мы это можем сделать. Оперативная память. В Linux мы говорили о Numa. Значит, Linux поддерживает Numa ноды. И как же мы можем посмотреть? Мы можем выполнить программу Numa.ctl, минус-минус храбайер. Вообще, это очень полезная программа Numa.ctl. И рекомендую просто посмотреть, набрав с ключиком минус-минус храб, что она умеет. Но в данном случае мы видим, что у нас доступно две ноды. Что у нас на ноде 0 у нас вот такие CPU, номера CPU. То есть у нас процессор 24-х ядерный, мы видим, что у нас столько CPU, что у нас столько памяти. То есть памяти достаточно много. И что же мы видим, достаточно важно. Эти цифры, они означают, что поход с первой ноды, с нулевой ноды в нулевую, это у нас получается, на самом деле это абстрактная цифра в попугаях, но это считается латинси, что у нас поход с нулевой ноды в нулевую стоит 10, соответственно, с нулевой ноды в первую стоит 20. То есть он в два раза дороже. На самом деле, поход в другую ноду с процессора, он в зависимости от физической реализации, он может быть, стоимость похода в другую ноду, она может быть не в два раза дороже. В некоторых случаях, скажем, для некоторых процессоров V5-го поколения, она там в 1,3 раза дороже. Для других же процессоров она может быть в 4-5 раз дороже. То есть такое тоже бывает. И как раз мы это можем посмотреть с помощью программы Numacetel. Numacetel, в свою очередь, она берет данные из ACPI. То есть она берет данные из ACPI. И если нам не нужно, если мы не хотим использовать нума ноды, то есть мы знаем, что у нас не операционная система, не программа, у нас ничего не поддерживает нума ноды, и она нам, в общем-то, будет только мешать, мы, в общем-то, можем в биосе, в большинстве биосов они позволяют запретить показывать нума. То есть нума, оно физически будет, но операционная система о нем знать ничего не будет. То есть по ACPI ничего не отдается. Какие же проблемы бывают, когда мы используем нума ноды? То есть когда мы используем компьютер, там сервер, там есть нума ноды. Вообще основная проблема, одна из основных проблем, то что у нас есть неравномерное заполнение нума нод. То есть что же мы здесь видим? Смотрим команду numastat-m, что же мы видим? Мы видим, что у нас на каждой ноде, собственно, по 192 гигабайта оперативной памяти, но если мы видим, что нода номер 1 заполнена почти полностью, то на ноде номер 2 есть свободная память. Какие же могут быть проблемы от этого? Банально начнем с того, что мы недоиспользуем память, что в общем-то плохо. Вторая проблема, которая может быть, мы пытаемся выделить какой-то кусок памяти, скажем, мы смотрим командой free, ага, у нас есть порядка 80 гигабайт свободной памяти. А давайте-ка приложение, которое работает на первой, которое, мы не знаем, где оно работает, но оно работает на первой ноде, давайте-ка мы выделим еще, не знаю, там, гигабайт 20. У нас памяти ведь полно, да, давайте выделим. Что же произойдет в этом случае? В этом случае, если у нас операционная система может быть некорректно настроена, даже если она корректно настроена, у нас пройдет попытка выделения памяти на первой нуманоде. Хорошо, если у нас есть swap. То есть, да, у нас будет медленно, но у нас что-то будет работать. Но если у нас нет swap, то у нас, соответственно, операционная система начнет убивать процессы. И мы с такой ситуацией реально сталкивались в продакшене. То есть у нас внезапно при большом количестве свободной памяти, мы смотрим free, мы смотрим top, отлично, у нас памяти много, а у нас срабатывает OM-киллер. То есть OM-киллер – это одна из служб ядра, которая следит за тем, чтобы у нас была свободная память. У нас срабатывает OM-киллер, выбивают какие-то приложения. What the fuck? Что же происходит? Происходит то, что вся свободная память у нас была на другой нуманоде. Как же это лечить? Первое, как это можно вылечить? Можно запустить вашу команду из-под NOMO-CTL. То есть запускаем NOMO-CTL, минус-минус interleaf all, и запускаем вашу команду. Все отлично. Все работает. Это если у вас проблема только в приложении. Но что же делать, если вы не можете перезапустить приложение, либо если это ядро, либо если это какой-то системный сервис? Ну, тогда ничего не остается. Ну, отключаем NOMO, что же делать? И, собственно, это именно практические проблемы, с которыми мы столкнулись, и это хороший способ их решения. Дальше. Что же такое пейдж кэш? Пейдж кэш – это такая структура в Linux, через которую проходят все операции чтения, абсолютно все операции чтения записи, если вы специально не укажете, что они не должны проходить через пейдж кэш. Например, можно открывать open с флагом osync. Тогда у вас операции будут, собственно, идти напрямую с диском. Структура пейдж кэш, она вообще имеет динамический размер, и поэтому она съедает всю, собственно, всю свободную память. И мы, в общем-то, это видим, что здесь у нас був кэш, у нас используется 396 килобайт. То есть это используется под кэш. Также мы можем это, в общем-то, посмотреть в файле PROC MIMINFO. Скажите, а что же на этой картинке не так? То есть есть ли тут какое-то вообще несоответствие? Но они не то, что немножко разные. То есть здесь, допустим, в мегабайтах, а здесь в килобайтах. Но они отличаются. В общем-то, да. А почему такое может быть? Потому что прошло какое-то время. То есть за время, когда я набирал эту, между временем выполнения этой команды и временем выполнения этой команды, произошло достаточно много операций с течением записи, и, соответственно, у нас изменился размер кэша. На самом деле было, да, корректнее написать здесь команду free-k, тогда бы мы, в общем-то, увидели немножко более понятно. Значит, как я уже сказал, по умничанию все операции, они проходят через пэдж кэш. И в частности, все операции записи. И это объясняет, почему же, скажем, записать в Linux записать какой-то новый файл размером, не знаю, там, пусть 10 гигабайт, оно всегда будет быстрее, чем прочитать тот же самый файл, если вы его до этого никогда не читали. То есть операция записи происходит так, что система не пишет сразу на диск. это очень дорого, это очень плохо. Система пишет именно в пэдж кэш. Она пишет в пэдж кэш, помечает эту страницу как грязную дёрти, и, соответственно, она висит там до какого-то времени. Когда же происходит у нас, в общем-то, реальный запись на диск? Реальный запись на диск происходит в следующих случаях. Через некоторый заданный интервал времени. То есть он задается вот такой property в CCCL, тогда происходит fs-flash, pdf-flash, вызываются методы fs-flash, pdf-flash, и тогда происходит, собственно, запись страницы с памяти на диск. Дальше. Когда система испытывает нехватку памяти, в операционной системе работает такой демон CastleD. Он по достаточно хитрому алгоритму, то есть там у него очень сложная логика, я её не понимаю, сразу говорю. У него очень сложные логики, и он может в какой-то момент решить, что ему не хватает памяти. И, соответственно, он начинает активно сбрасывать. Сбрасывать данные из памяти на диск. В общем-то, это тоже может являться проблемой, если у вас, скажем, идут какие-то очень активные вычисления, вы что-то, ну, при этом вы что-то, вы не пишете что-то активно на диск, или, ну, просто работаете с памятью. Вдруг раз у вас, вы видите на графике, что у вас есть какая-то дисковая активность, у вас, соответственно, произошло некоторое торможение вашей программы, ага, значит, вполне может быть, что у вас отрабатывает так к ASAPD. Поэтому нужно тюнить, собственно, вот эту property. Значит, когда же ещё происходит? Мы можем, происходит при вызове функции fsync, либо msync. fsync для, собственно, памяти, которая... памяти, там, где используется malloc, msync, там, где использовался map. Соответственно, в этом случае, то есть, мы можем вполне себе, не знаю, там, набрать команду sync, и у нас произойдёт сброс записи. И когда у нас появляется, опять же, слишком много грязных страниц, регулируется property, там, vm, dirt, rater, там, в общем-то, многое, можно поискать, csl-a, grep, dirt. Вот, то есть, там, тут логика достаточно простая. Тут именно по количеству грязных страниц. Вот. Собственно, мы потихоньку подошли к главному по памяти. Как же у нас устроена память процессора? Значит, память процессора содержит в себе следующие элементы. Давайте пойдём сверху вниз. У нас у процессора... Извините, у процесса у нас есть стэк. В стэк кладутся некоторые переменные, функции, которые будут исполняться, или ссылки на эти функции. И стэк у нас растёт вниз. Он растёт вниз, может расти до какого-то предела. Собственно, предел у нас задаётся переменной rlimit стэк. А как же нам стэк-то увеличить? А достаточно просто. Мы можем запустить команду limit с ключиком минус s и указать, какой стэк мы можем разрешить программе. Дальше, прямо за стэком... Нет, дальше по смещению, которое у нас идёт от rlimit стэка, у нас находится map-region. Здесь, в этой области памяти, у нас хранится та память, опять же, извините за тавтологию, которую мы аллоцировали map-ом. То есть используем map. После map-а у нас есть очень-очень большой кусок аллоцированной памяти. Это всё, стоит заметить, растёт вниз. Дальше. Дальше у нас есть такая штука, как программ-брик. Сейчас я её не расскажу. И сразу за ней идёт хип. Хип растёт вверх. И как раз хип... Это та область памяти, которую мы выделяем с помощью команды malloc. Что же происходит? Для чего же нужен программ-брейк? Допустим, у нас есть хип в 100 килобайт, а мы хотим взять ещё, не знаю, 10 килобайт. Система, процесс запрашивает, malloc выделим 10 килобайт. При этом происходит следующее. Происходит выделение ещё 10 килобайт и, собственно, сдвиг программ-брейк. Вот. Собственно, дальше у нас в памяти располагается наше приложение. Есть раздел неинициализированных данных, но там обычно забито нулями. Есть раздел инициализированных данных, там, где хранятся различные переменные, не знаю, там массивы, что-то ещё, какие-то структуры, которые у нас есть в программе, которые уже инициализированы. И дальше, собственно, ещё ниже у нас есть наша программа. То есть, собственно, сам бинарник исполнимый. По памяти процесса есть какие-то вопросы? Просто такая тема, она достаточно. Конечно. Вот данные с это легко загружаются в кэш-память, да? Мы также хотим загрузить некоторые данные из типа кэш. Ну, процессор хочет загрузить он. Насколько много участков маленьких он сможет загрузить в кэш? Это имеет вообще смысл? Или он просто целиком какой-то большой вопрос из загружающего? Так. Значит, что он начинает загрузить в кэш? Вообще, когда данные попадают в кэш? Они попадают в кэш процессора, если мы их используем. И при этом мы стараемся не использовать другие данные. Значит, мы опять... У нас стэк почему попадает в кэш? Потому что он очень активно используется. Если мы при этом будем очень активно использовать данные, которые в хипе, либо данные из мапа, и при этом мы по возможности будем как можно меньше использовать другие данные, то есть мы менее активно используем другие данные, то у нас, в общем-то, если у нас хватит памяти, ну, то есть, скажем, не знаю, там, в современных процессорах кэш там 42 мегабайта, то у нас все попадет в кэш. Неважно у тебя там какие кусочки, понятно, что там все равно есть грануляция, но я, к сожалению, про эту грануляцию не знаю, то есть, именно какими кусками. Есть предположение, что страницами, но тут я не уверен, к сожалению. Я могу посмотреть, и на следующей лекции Вадим может ответить на это просто на семинаре, если это будет интересно. Там кэшлини минус 4 бэйт. Вот, кэшлини минус 4 бэйт. То есть, это маленький минимальный размер кускам? Да. Вот. Окей. Вопросов нет больше? Как мы доходим до именно с треками и там происходит с... Он постоянно проверяет, что мы дошли, и дошли доставить до контакта и дошли доставить до контакта. При попытке что-то записать в стек, у тебя каждый раз проверяется лимит. То есть, уперся ты в лимит или не уперся? Он проверяется каждый раз, да. Окей. Еще вопросы? Окей. Далее. Как шоколадка-то помогла? Собственно, что мы можем использовать для того, чтобы понять, что у нас происходит с памятью в линуксе, либо ее диагностировать? В первую очередь, конечно, это файл prop.meam.info. Это что сейчас вообще происходит с памятью в линуксе. Дальше мы можем посмотреть, что же происходит с памятью отдельного процесса. Несколько подробнее. И еще подробнее есть S-Maps. Там совсем-совсем подробно. И какие, собственно, утилиты для того, чтобы посмотреть, что происходит с памятью, либо даже понять. То есть, ну, первое, это free, все, использовали. Есть кто не использовал команду free? Отлично. Никого нет. Дальше топ. Дальше топ. PS. А кто использовал перв? О, отлично. И как? Мне ничего не дало. А почему ничего не дало? Я вообще кашинист смотрел. понятно, почему не дало. Окей. И, собственно, для NUMO, то есть программа NUMOCTL, NUMOSTAT и все, что начинается на NUMO. Оно бывает очень полезно, чтобы понять, либо чтобы диагностировать, какие у вас есть проблемы. Что же, далее. Далее. в Линуксе процессу, в общем-то, тоже не имеет смысла оперировать именно страницами. И для того, чтобы не оперировать страницами, это, опять же, сложно, неинтересно. Для этого опять мы переложили, в общем-то, на ядро эту задачу. И для этого мы используем некую абстракцию Virtual Memory Area VMA. VMA, она для каждого процесса описывает пространство адресов в его памяти. Собственно, на области могут быть выданы некоторые права, то есть, мы можем там чтение, запись, исполнение. Исполнение, на самом деле, X может быть, либо E, в зависимости от реализации программы, которую вы смотрите. И области видимости доступа, приватная либо общая. То есть, что же значит приватная? Приватная значит, что только ваше приложение и или ядро может иметь доступ к этой области. Общая значит, ну, собственно, кто угодно может иметь доступ к этой области. Давайте рассмотрим немножко подробнее. Как же посмотреть, собственно, что у нас происходит у процесса? Ну, можно посмотреть вот так. можно посмотреть собственно прокпит мапс, то, что я раньше показывал. Если посмотреть еще подробнее, там совсем-совсем-совсем все, и там можно даже информация запутаться, то прокпит с мапс. Значит, ну, вот пример. Маленький кусочек на самом деле. Что же мы здесь видим? Мы здесь видим, что у нас есть некоторый процесс, вот это в данном случае Саш Демон, что у него есть какая-то анонимная неиспользованная память, что у него есть какая-то память РСС, которая, собственно, сейчас физической памяти, и к этой памяти у него есть почему-то доступ только на чтение и на исполнение, а вот здесь у него есть доступ, собственно, на чтение и запись. И также мы видим, что в его области памяти есть библиотеки, то есть привинкованные библиотеки. На самом деле их там очень много и вполне себе обычный случай, когда вы смотрите по мап у процесса и память у самого процесса она на самом деле килобайты, а память библиотек, которые к нему замаплены, она, не знаю, может быть гигабайты. То есть это вполне себе нормально, это не составляет проблемы. Дальше немножко вернемся. А, нет, наверное, не вернемся. Ладно, хорошо. Дальше. Что же происходит, когда вы говорите линуксу, ядру, что же происходит, когда вы говорите дай мне немножко памяти. Не важно, чем вы это говорите, молок или там мап, не знаю, даже тот же БРК. Что же происходит? Тут тоже не все так просто. Ядроид на самом деле вам не отдает память сразу. Оно вообще ничего не делает. Оно вам говорит, чувак, забирай память, можешь ее использовать. Но на самом деле память аллоцируется только при обращении к этой памяти, то есть при записи в эту память. когда вы говорите я хочу записать эту память, вот память она помечается как only allocated, то есть она на самом деле аллоцирована, но не используется, то есть она свободна. Дальше процесс идет в пэйштейбл. Пэйштейбл это такая структура, которая ответственна за трансляцию адресов виртуальной памяти в некоторую физическую память. Пэйштейбл это именно софтовая структура, но есть еще железная структура, то есть есть железная структура MMU и TLB. TLB это вообще такой очень очень хитрая структура, очень хитрый такой кэш, который нам позволяет очень во много раз ускорить операции с памятью. Если вы наберете, не знаю, погуглите там TLB бенчмарк, вы можете увидеть, что бенчмарки с использованием TLB и бенчмарки без использованием TLB, они очень-очень сильно будут отличаться по времени. Вот. Дальше происходит так называемый пэйшфолд, то есть идет обращение к памяти, из памяти вам выделяется некоторая, некоторый набор страниц, страница либо набор страниц, и дальше собственно память помечается как аллоцированная и вы в нее можете использовать, и вы можете использовать, можете в нее писать. На самом деле данный, весь данный процесс, он абсолютно прозрачен для вашего процесса, то есть выделение памяти оно абсолютно прозрачно, но мы же понимаем, что в общем-то магии у нас не бывает, и мы за все должны платить тактами, то есть если мы можем аллоцировать 200 гигабайт памяти, но можем ее использовать только после того, как мы к ней обратимся. И в то время, как мы к ней обратимся, мы же уже получается работаем, то есть допустим мы выделили 20 гигабайт памяти, мы там даже что-то записали на старте нашего приложения, мы хотим выделить еще 20 гигабайт, и тут мы опять должны потратить кучу тактов, пройти весь этот процесс, тем более мы знаем, что обращение к памяти само по себе операция достаточно дорогая, мы должны пройти весь этот процесс для того, чтобы выделить еще памяти, и казалось бы все хорошо, все прозрачно, но давайте не будем это тратить, как же мы это лечим, то есть насколько я понимаю вы все пишите на Яве, а вот давайте запускать GVM с таким ключом, когда мы запускаем GVM с таким ключом, у нас вся лацированная память, она у нас трогается, и соответственно мы на старте поднимаем всю эту память, мы ее все трогаем, она у нас полностью все лацируется, и когда мы уже внутри программы захотим взять себе еще немножко памяти, не важно молоком или мапом, у нас все становится хорошо, у нас нет собственно этих задержек, у нас мы не используем лишние такты, все счастливы. тут же хочу рассказать еще один нюанс, то есть если у нас происходит такой процесс при выделении памяти, есть ли у нас какие-то нюансы при освобождении памяти? Да, безусловно есть, на самом деле когда мы говорим фри, у нас память-то не отпускается, у нас память может не станется свободной и там опять же есть разные алгоритмы, то есть в зависимости от поведения ядра мы можем получить либо что у нас будут работать урон киллер, то есть он убьет скажем ваше приложение, либо он посчитает память, которую использует ваше приложение, которое вы пометили как фри, либо он посчитает ее используемой. на этом наверное все, в общем-то в презентации будут некоторые полезные ссылки, куда сходить, особо рекомендую обратить внимание на то, как у нас работает файловая система PROC, и очень рекомендую послушать лекцию как работает память от Яндекса. Она очень хорошая, очень полезная и очень понятная. На этом все, спасибо за внимание, ваши вопросы. У меня есть вопросы. Вы сказали там проблема Noma когда мы использовали у нас свободной памяти неиспользуемой и вы сказали отключаем Noma, а как ее прям так взять и отключить когда процесс отошен под Noma или мы просто берем делаем такую эмуляцию при которой у нас будут все данные дониться во всех участках памяти. У нас когда мы говорим Noma Off у нас ядро перестает пытаться положить данные пытаться аллоцировать данные на той же Noma ноде что и ваш процесс то есть оно может аллоцировать где угодно понятно что мы от этого собственно потеряем что-то в латинсе в скорости доступа к данным к некоторым участкам памяти но при этом мы не будем иметь вот таких проблем ну хорошо по поводу слаба мы понимаем что если у нас с точки зрения процессора обращение к памяти оно медленное но обращение к диску оно же еще медленнее поэтому в большинстве случаев мы отключаем свап на самом деле в большинстве катишных случаев там где у нас приложение нужно работать с памятью активно мы отключаем свап банально для того что для нас с точки зрения большого продакшена намного выгоднее чтобы приложение упало и при этом загорелся какой-то алерт в мониторинге его там не знаю там быстренько подняли взяли программистов которые бы поняли почему там оно ест память почему там утечки памяти и взяли это быстро починили чем одно приложение может начать адски тормозить при этом к нему все еще идут клиентские запросы при этом есть это приложение к кластер при этом получается оно тормозит весь кластер потому что кластер считает его живым и при этом все становится плохо когда мы используем свап потому что обращение к свапу медленнее когда же мы можем оставить свап а мы свап можем оставить в том случае если мы не очень ну скажем мы не очень активно работаем с памятью допустим это фронты где мы где мы знаем что у нас там используется немножко свапа ну используется у нас приложение так как оно активно работает с маленьким куском памяти этот кусок памяти никогда не попадет свапу то есть в этом случае мы свап оставляем почему оно грохается ну потому что он киллер он такой он берет видит что считает что это приложение не нужно и берет и грохает от этой ситуации тоже можно избавиться то есть есть у системы ключи что там можно не грохать но тогда опять же мы получим другие ошибки что мы не сможем в какой-то момент выделить память то есть это тоже плохо это тоже можно грохнуться когда вы говорили про то что современный процессор поддерживает Numa то это прям все серверные процессоры поддерживают Numa Numa да ну современный блин не знаю с какого там с 11 даже раньше по-моему годов то есть технология технология там вообще достаточно старая то есть по-моему еще в 70-е годы использовался какой-то аналог этой технологии то есть достаточно достаточно давно поддерживается скорее всего в вашем ноутбуке тоже поддерживается они отличаются соединением ядер или у них сейчас какое-то инфицированное соединение просто я знаю там есть маркетисы которые вы показывали есть еще там всякие многомерные соединения ну на самом деле все соединения там многомерные да в современных процессах они вообще они они же очень сложные именно с точки зрения физики и там все соединения многомерные то есть по крайней мере сколько я знаю там не знаю 13 и так далее годы это точно знаешь там многомерные соединения конечно не понял вопроса как сказать что использовать нет нет оно не используется по умолчанию значит способ мы значит первое мы можем сказать что мы что если у нас есть транспорт huge pages может сказать что ну да в прок записать что использовать транспорт huge pages если у нас нет транспорт huge pages мы можем прямо в парамет параметры передать параметры ядру что использовать huge pages и page сайт все равно такой-то то есть это можно посмотреть опять вот 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 здесь то есть на этом сайте там вообще отличная отличная документация в том числе и по huge pages там прямо вообще все расписано вот и к сожалению способов других я сейчас не припомню как можно сказать можно ли отдельному приложению сказать использовать huge pages ну наверное нет да нельзя но нам тогда нужно использовать принцип локальности памяти всегда да? это хороший вопрос но я к сожалению не могу на него ответить нужно ли именно всегда использовать принцип локальности памяти то есть тут же ну хорошо мы пробуем всегда использовать принцип локальности то есть пробуем использовать именно только локальную память но мы же не можем гарантировать что у нас не будет больше данных чем у нас есть локальная память то есть мы никогда это не можем гарантировать мы можем попытаться но насколько это хорошо тут сложно сказать надо именно получается оптимизировать систему под вашу задачу То есть надо сказать каким-то другим приложениям, то есть явно указывать, чтобы они не работали на этом нуманоде, чтобы они не привязывались к этим ядрам, а ваше приложение с помощью SMP-финики привязать именно к ядрам, к нужным ядрам, либо с помощью NOMO-CTL привязать к нужному нуманоде. То есть да, мы это можем сделать, но мы в Linux в данном случае не можем гарантировать, что будет использоваться только локальная память. Точнее, мы можем пытаться гарантировать, но мы не можем гарантировать, что не будет спецэффектов от этого. Ясно. Еще мне тогда последний вопрос, то есть в конце вы говорили про то, что про кэш-пэйдж, ну пэйдж-кэш, да. Когда мы загружаем вот эти данные в память, разве не другие там контроллеры должны сниматься тем, чтобы перекачивать данные на диск и прочее? Вот я помню про прямое обращение к памяти от его, или какие там проблемы, вот зачем мы задаем как-то интервалы и то-то иначе все. Ну, вообще, да, именно чтение или запись интересует? Да, вроде как без задницы. Вроде как без задницы. Окей. Для чего все, то есть, у нас есть способы, в общем-то, записать, прочитать напрямую, то есть работать напрямую. Но работа напрямую с файлами, работа напрямую с какими-то устройствами, она будет всегда заведомо медленнее. То есть тогда нужно будет писать что-то такое синхронное. В случае, когда мы операции чтения записи проводим через пэйдж-кэш, тогда мы, собственно, бесплатно себе берем асинхронность. Ну, как бесплатно, за счет оперативной памяти. То есть вы записали что-то, либо что-то прочитали, а у вас, то, что вы записали, либо что-то прочитали, у вас уже есть в кэше. И в следующий раз, собственно, вы можете брать из этого кэша. В следующий раз, если оно не вытеснилось, оно берется из кэша. Получается, вы относительно бесплатно, вы получаете себе высокую скорость и получаете асинхронность. В случае же прямого обращения к устройствам, вам нужно, собственно, ждать, пока у вас какие-то данные загрузятся, либо ждать, пока какие-то данные запишутся. То есть это тоже на это надо тратить ресурсы. Да, это используется, да, это можно сделать. Ну, как говорится, но зачем? Ладно, я понял. Хорошо, спасибо. Может, еще вопросы есть? Значит, все, спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok